Парад под государственный флаг Российской Федерации Знамя победы, знамя вооруженных сил Российской Федерации Смирно! Для встречи слева на краю! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Парад принимает командующий войсками Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ генерал-полковник, войска Табаровского гарнизона Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, товарищи воины-железнодорожники! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Продолжение следует... 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 Но патриотизм, верность, долгую и профессиональная часть. Вдоль трибуны проходят курсанты Хабаровского пограничного института Федеральной службы безопасности России. Единственного высшего учебного заведения в Дальневосточном регионе, которое готовит квалифицированные офицерские кадры для органов государственной безопасности. За годы существования институтом подготовлено более 4 тысяч офицеров. Упускники института с чувством гордости относятся к избранной профессии. На всех участках государственной границы Российской Федерации, от Камчатки и Сахалина до Калининграда и Кавказа, они с честью и достоинством несут высокое звание российского офицера. Продолжают следовать лучшим традициям представителей старших поколений, защитников границ Родины. Парад войск Хабаровского гарнизона продолжает боевая техника. На площади легендарный советский танк Т-34, прошедший через все героические сражения Великой Отечественной войны. Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. В парадном расчете знаменитой машины ПН-13 «Катюша» 26 июня 1941 года была завершена сборка первых серийных пусковых установок. Знаменитая «Катюша» оставила свой незабываемый свет истории, с тех пор, как 14 июля 1941 года это секретное оружие буквально стерло с лица земли вокзал в городе Ворше вместе с немецкими эшелонами, войсками и техникой. По площади проходит колонна из 18 ретроавтомобилей и мотоциклов прошлого столетия Хабаровского клуба «Авторетро-100». Это знаменитые ГАЗ-М1, Додж-3, ГАЗ-67, Виллисы, легендарные полуторки ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, трехтон Казис-5, прошедшие через всю Великую Отечественную войну. Все машины принимали участие на Дальневосточном театре боевых действий и освобождали Северо-Восток Китайской Народной Республики от милитаристской Японии. Сопровождают ГАЗ-М1 знаменитый мотоцикл времен Великой Отечественной войны М-72 и его модернизированный потомок – тяжелый мотоцикл К-750. В автомобилях активные участники клуба в форме военнослужащих времен военных лет – резервисты Восточного военного округа. В настоящее время клуб насчитывает в своей коллекции около 70 работоспособных ретроавтомобилей. Постоянный участник всероссийских автопробегов по Хабаровскому краю организует фестивали автоэкзотика Дальнего Востока, автогонки на приз Героев России, проводит большую военно-патриотическую работу в общеобразовательных учреждениях, домах ветеранов края, воинских частях силовых ведомств. Президент клуба, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, почетный гражданин города Хабаровска, участник событий на острове Даманский, майор запаса Насыров Анатолий Аблемитович. Клуб авторетро, образованный в 1996 году, в 17-й раз принимает участие в Хабаровском параде победы и каждый раз увеличивает количество единиц техники, участвующей в военном параде. Танк Т-80 Имеет на вооружении 127-мм пушку, пулемет ПКТ, зенитный пулемет. Танк Т-80 является одним из основных тренированных машин сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации. За рычагами родных боевых машин военнослужащие по призыву окружного учебного центра. Танк Т-72 принят на вооружение в 1973 году. Максимальная скорость танка 60 км в час. Оснащен 125-мм пушкой, способной совершить 8 выстрелов в минуту. Двигатель танков приспособлен к работе на дизельном, реактивном топливом и автомобильном бензине. Состоит на вооружении 36 стран мира. На протяжении 4 лет эти танки участвуют во всеармейском и международном конкурсах по танковому пиатлону. На марше боевая машина пехоты ПМП-2 под управлением лучших военнослужащих мотослужащих учебного центра Восточного военного округа. Предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышение его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою имеет на вооружении автоматическую 30-мм пушку. Пулевед ПКТ ПТУ является основной бронированной машиной для мотострелковых боев. Продолжаем парад знаменитые бронированные машины повышенной проходимости БТ-80. Управляют бронированной боевой машиной военнослужащие по контракту, добившиеся высоких результатов в боевой подготовке в зимнем периоде обучения. На центральной площади Хабаровска армейский многоцелевой бронеавтомобиль и повышенной проходимости «Тигр», поступающий на вооружение специальных подразделений Восточного военного обруга по программе перевооружения российской армии. Бронированный автомобиль имеет третий класс баллистической защиты. Специальный автомобиль с броневой защитой «УСАР» находится на вооружении специальных подразделений российской армии. Предназначен для перевозки личного состава в местности, с полученной опасностью нападения с применением огнестрельного оружия. В кузове автомобиля монтируется пулемет или автоматический гранатомет, из которых можно вести прицельный огонь прямо на ходу. Широко применяется в труднодоступной местности для выполнения учебных и боевых задач. Способен развивать максимальную скорость до 150 км в час. Минометный комплекс «Сани» предназначен для поражения живой силы и огневых средств. Комплекс принят на вооружение в 1981 году. При этом является уникальным средством борьбы с пехотными соединениями противника. Дальность стрельбы от 480 до 9000 метров. Минометные батареи, вооруженные комплексом «Сани» организационно входят в состав мотострелкового батальона. Гладкоствольное противотанковое орудие МТ-12 «Рапира». Оригинальность конструкторских решений, широкая унификация деталей и механизмов, большие эксплуатационные возможности, высокая маневренность на поле боя, скорострельность, возможность применения в любых погодных условиях позволили зарекомендовать орудие как эффективное средство борьбы не только с танками и другими средствами бронетехники, но и для уничтожения амбразум долговременных огневых точек противника. Орудие способно производить 6 выстрелов в минуту на дальность более 8 километров. 122-мм гаубица «Д-30» находится на вооружении более 40 лет. Предназначено для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств пехоты противника, в том числе находящихся в ухуде полевого типа. За счет своих конструктивных особенностей обеспечивает круговое ведение огня и поражение наземных целей противника на дальности свыше 15 километров. Благодаря своим уникальным характеристикам орудие находится на вооружении 35 стран мира. Сегодня гаубицы традиционно примут участие в составе салютного артиллерийского дивизиона на праздничном салюте в честь Дня Победы на набережной реки Амур города войска Славы Хабаровска. Модернизированная реактивная система залпового огня «Торнадо» находится на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. Система предназначена для нанесения одиночных издалков с двором по командным пунктам, минометным и артиллерийским батареям, хранитехники и живой силе противника, находящимся в ухуде или на открытой местности. На марше при их развертывании в боевое положение и непосредственно в волосе обороны являются дальнейшим развитием легендарных категориков. На марше самоходная русковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Ракета комплекса может доставлять к цели кассетную, проникающую, осколочно-фугасную, а также ядерную боевую часть. Это позволяет поражать малоразмерные и площадные цели, среди которых огневые средства противника, авиация на аэродромах, командные функции. Мобильность, точность и мощь – три основных качества, делающих оперативно-тактический ракетный комплекс одной из самых опасных систем вооружения, средством сдерживания крупномасштабной агрессии против Российской Федерации. «Искандер-М» продолжает интенсивно поступать на вооружение ракетных бригад Восточного военного округа в рамках перевооружения Российской армии. Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и подразделений противовоздушной обороны многих зарубежных государств. Зенитный ракетный комплекс способен сопровождать и уничтожать до шести воздушных целей одновременно. С-300 с момента создания был признан одним из лучших в мире среди средств уничтожения воздушных целей. Является родоначальником новых зенитных ракетных комплексов С-400, С-500. Боевые расчеты Гвардейского зенитного ракетного полка, где стоит на вооружении комплекс С-300, всегда показывают высокую боевую слаженность, уничтожая на учебном полигоне все воздушные цели. Боевая машина «Дозор» предназначена для обеспечения действий личного состава при выполнении широкого круга задач по охране территории и патрулирования. Вооружена пулеметом «Орд», 30-мм автоматическим гранатометом «Фламя». Завершает парад военной техники ремонтно-эвакуационная машина «РМКН». Эта спецмашина успешно несет свою вахту в армии и благотворно творится в гражданских отраслях России. Предназначена для проведения текущего ремонта, оказания помощи водителям, проведения технического разрушивания и эвакуации автомобильной техники многоцелевого назначения, вооружения на ее базе и автомобильной техники хозяйственного назначения полной массой до 16 тонн. В торжественном блеске военных парадов и просто в строю на плацу мы звуком оркестра военного рады он всем ритуалам к лицу. Давай, дирижер, музыкантам команду, пусть медь звонких труб запоет понятная музыка, грусть и фравада нас новым свершением зовет. Субтитры подогнал «Симон» Время прохождения Сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством начальника военно-организровой службы Восточного военного округа подполковника Вадима Пахомова. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...